В эфире телеканал Акарибу Новости. В студии Алисия Хитагурова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Бал чемпионов в Магадане чествовали лучших спортсменов и их тренеров. Ловись рыбка большая, а не маленькая, иначе штраф. Сотрудники рыбоохраны проверили, соблюдают ли голымчане установленные законом ограничения на вылов. День соседей в городском парке прошел праздничный субботник. В Магадане сотрудники Галуда начали ремонт улицы Портовая. Автомобильное движение от проспекта Ленина до Дзержинского перекрыли. Сколько времени понадобится на дорожные работы, расскажет Олег Дудник. Напомним, обратить пристальное внимание на благоустройство исторического центра города Магадана поручил губернатор Сергей Носов во время очередного обхода территории. Стоит отметить, что дорожное полотно здесь не меняли середины 90-х. Как рассказал заместитель директора предприятия ГЛУД Константин Махалин, к работам приступили уже в начале прошлой недели. На данный момент мы снимаем старый асфальт и подготавливаем его основание под укладку нового асфальта. Частично мы ремонтируем бордюры, где-то восстанавливаем ливенную канализацию. И я думаю, на следующей неделе мы приступим уже непосредственно к асфальтированию, к ремонту этой дороги. В конце минувшей недели в Магаданской городской думе прошел восьмой балл чемпионов. Торжественная церемония награждения лучших тренеров и спортсменов в столице Колымы. Кто в этом году стал обладателем почетных званий и наград, расскажем в следующем материале. 116 золотых, 114 серебряных и 118 бронзовых наград завоевали магаданские спортсмены на городских, региональных, дальневосточных и федеральных соревнованиях. И это только в минувшем сезоне. За эти достижения их и тренеров поблагодарили на традиционном баллу чемпионов, который ежегодно проводит городская дума. Одной из лучших спортсменок признана сноубордистка Екатерина Потанина. В 2023-м она завоевала золото на международных зимних играх «Дети Азии» и бронзу во втором этапе Кубка России, за что получила почетное звание «Спортсмен года». Спортом занимаюсь уже 12 лет. Туда привели мой папа и дедушка. Меня заинтересовали. Потом уже я пошла в школу именно сноубордическую. Сейчас я являюсь участником сборной России юниорской, продолжаю дальше тренироваться. Есть множество побед и наград. Я полностью отдаюсь в спорт. Тренировки, учеба тоже будет по направлению спортивному. Дальше я буду уже смотреть, решать. Но сейчас именно только спорт. Планы Екатерины поддерживают и родители. По их словам, конечно, на каждых соревнованиях переживают за дочку. Но видя ее целеустремленность и достижения, испытывают гордость и готовы всячески помогать в развитии. Тем более, что именно они направили ее на этот путь. Ну, наверное, инициатором больше, наверное, я был, потому что я сам занимаюсь нубордом. Уже очень давно достаточно. И Катя еще с садика, глядя на меня, пошла туда, в этот вид спорта. Мы ее туда привели. Много очень тоже принимали участие в ее подготовке там вместе с тренерами. Ну, а сейчас уже выросла, стала взрослой, уже совсем самостоятельно. А что там опасный спорт? Ну, в принципе, я сам занимаюсь этим видом спорта, понимаю, как это все происходит. Знаю ее технику, насколько она сейчас на хорошем уровне. И поэтому, в принципе, если не делать серьезных ошибок, там все будет нормально. Хочется, конечно, видеть ее на Олимпиаде, конечно, на пьедестале. Но захочет, будет спортсменом. Вместе с Екатериной в этот день звания «Спортсмен года» удостоились 12 чемпионов. Среди них дзюдоисты, теннисисты, пловцы и тяжелоатлеты. Все они внесли огромный вклад в формирование спортивного резерва и положительного имиджа Магадана. Не мне вам говорить, что за каждой победой стоит очень тяжелая, кропотливая работа. Работа, прежде всего, над собой, которую вы выполняете ежедневно. Программа спортивной подготовки, она длительная стать программой, 52 недели в году. То есть практически без перерыва вы работаете. За это вам огромное спасибо. За то, что вы очень достойно представляете наш город на соревнованиях различного уровня. За тяжелый труд поблагодарили и наставников спортсменов, без которых всех этих достижений, конечно, бы не было. Звание «Тренер года» получили 11 человек. Награда признания вручена двоим. Тренеру дзюдо «Спортшколы номер 3» Роману Бакалову и тренеру «Спортшколы номер 3» по плаванию Сергею Кожакину. Как подчеркнул председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов, чествование инструкторов и педагогов – одна из важнейших целей бала чемпионов. Я благодарен своим коллегам, кто в 2016 году поддержали эту идею проводить вот такое мероприятие торжественное при Магаданской городской думе, где мы отмечаем заслуги, достижения наших юных спортсменов. Мы еще преследовали какую цель? То, что была очень серьезная проблема с тренерским составом. И практически не было мероприятий, где бы говорилось о заслугах тренера, о нужности этой работы, о том, насколько она востребована, насколько она важна для формирования вообще здорового образа жизни, для воспитания молодежи. В том числе и популяризация тренерской работы стоит цель в проведении этого мероприятия. Всего за вклад в развитие спорта наградили 25 лауреатов. Благодарность за достойное воспитание детей получили и родители чемпионов. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу. Ловись, рыбка большая, а не маленькая. Иначе штраф. Как известно, рыбалкой на Колыме увлечены тысячи людей. Но эта массовость стоит в себе и негативную сторону. Не все рыбаки знают и исполняют установленные законом ограничения на вылов. Именно поэтому инспекторы рыбоохраны регулярно проводят выездные контрольно-надзорные мероприятия. В одном из них приняла участие наша съемочная группа. Не все рыбаки рады инспекторам рыбоохраны. И зачастую этому есть объективные основания. Необходимость подобных контрольно-надзорных мероприятий подтверждает практика. Только мы приехали на Арманский мост и сразу же был оформлен административный протокол по нарушению правил любительской ловли. Рыбачить любительскими снастями сейчас можно. Но ловить разрешено не любую рыбу. Так, ниже моста, ну возле моста непосредственно, значит, время у нас 10 часов 35 минут. Время 23 мая 2024 года. Гражданин в этом саду ошлял лов с портоном гольца, значит, вот этой удочкой снастью икра. Представьте, как он жил. Анатолий Иванович. А фамилия? Шевцов. Шевцов, значит, в результате своих действий выловил голец менее допустимого размера, то есть 29 сантиметров. Рыба еще живая будет выпущена в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Так, давай, выпускай. После выпуска еще живого гольца обратно в реку в отношении нарушившего правила ловли рыбака инспектором рыбоохраны составляется административный протокол. С нами разговаривать нарушитель отказался. Так как ущерб не причинен, значит, должностное лицо, которое будет рассматривать данное правонарушение, может, может, я не говорю, что это будет, может применить санкцию статьи 4.1.1, то есть предупреждение. То есть это минимальное, максимальное будет 2000 рублей штраф. Как пояснили нам сотрудники рыбоохраны, к сожалению, случаи нарушения правил рыболовства и других установленных законом требований к рыбакам в регионе далеко не единичны. Правилами рыболовства установлен размерный ряд не менее 32 сантиметров. В данном случае рыбак-любитель поймал голец 29 сантиметров. Был произведен замер рыбы и установлен данный факт. Помимо этого у нас сейчас проводятся профилактические мероприятия, направленные на нарушение гражданами стоянки в водоохранной зоне рек Магаданской области. На данном случае каждому надо знать, что, допустим, для реки Армань водоохранная зона определена правилами водным кодексом 65 статьей, это 200 метров. То есть нельзя подъезжать к реке ближе 200 метров. Исключением составляет движение на специально отведенных для этого площадках или дорогах твердым грунтовым покрытием. То есть по лесным дорогам, по каким-то там галькам нельзя этого делать. Только за одну неделю мая сотрудниками рыбоохраны проведено 9 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено и пресечено 9 нарушений обязательных требований. В области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания. К административной ответственности привлечено 5 физических и одно должностное лицо. Наложено административных штрафов на сумму 10 500 рублей. Изъяты орудия незаконного лова. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибу. На этой неделе отмечается Международный день соседей. В преддверии этого праздника в Магадане прошел субботник, в котором приняли участие около сотни жителей областного центра. Они навели порядок в городском парке. В акции приняла участие наша съемочная группа. День соседей в Магадане отмечают уже больше 10 лет. Раньше субботники проводили во дворах, очищали территорию от скопившегося за зиму под снегом мусора, облагораживали полисадники, наводили порядок в подъездах. В последние годы масштаб увеличился. Инициатором этого стал региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя партии «Единая Россия» депутат Магаданской областной думы Ксения Суханкина. По ее словам, в Магадане все соседи, ведь город маленький, поэтому нужно облагораживать не только придомовые территории, но и зоны отдыха. Например, в прошлый раз это был сквер 70-летия Магадана, где покрасили ограждения, беседку, лавочки и урны, побелили стволы деревьев. Сейчас собрались в городском парке, где тоже обновили скамейки и малые архитектурные формы, собрали мусор и листву. К нам пришли на наш праздник «Подвиг», 21-я школа, участники СВО, библиотека Пушкина, Народный фронт и Единая Россия. Люди идут с удовольствием, потому что это праздник. Мы после работы организуем чайпитие, пирожки, фрукты. Ну, все как положено. Пообщаемся, самое главное. Позитив свой отдадим соседям, коллегам, а они нам. Многие пришли на субботник с семьями. По словам активистов, это отличная возможность провести вместе время, еще используя для родного города. Участие в этой акции вместе с дочкой Полиной ежегодно принимает и Оксана Литяева. Приятно, наверное, внести какую-то свою небольшую лепту в том, чтобы сделать наш город и чище, и красивее, и аккуратнее. Скоро наступит лето, у нас появятся красивые зеленые деревья, и на этом фоне хочется, чтобы и лавочки были новые, чистые, и тротуары ухоженные. И дочь я, конечно, активно к этому всегда приобщаю, потому что это и работа, и удовольствие, и результат своих трудов можно увидеть каждый день, гуляя по улицам нашего города. Доброй традицией День соседей стал и для заместителя председателя Магаданской областной думы Виктории Голубевой. Она отметила, что особенно приятно видеть, что с каждым годом становится все больше участников. Если в прошлом году их было около 75 человек, то в этот раз за грабли, краски и кисти взялись больше сотни пор рук. Это очень хорошее, доброе дело, которое помогает на сегодняшний день нашему парку встретить наших детей, встретить наших горожан в летний период здесь, чтобы гулять, отдыхать, веселиться, наслаждаться отдыхом. И поэтому надеемся, что наше такое традиционное доброе дело будет очень полезно. Но горожане нас не просто поддержат, а самое главное будут помогать, сохранять то, что сегодня будет сделано. Поэтому всех призываем к нам присоединяться, поднимать себе хорошее настроение. За время празднования в Магадане Дня соседей активисты провели десятки мероприятий, в рамках которых тысячи жителей областного центра смогли внести свой вклад в благоустройство родного города. Организаторы отметили, что важен любой труд, но самое главное – сберечь эту красоту, чтобы столица Колымы с каждым годом становилась прекраснее и комфортнее. Олеся Хитагурова, Илья Пачин, Олег Дудник. Специально для Карибу. Сейчас расскажем о погоде. Не переключайтесь! Субтитры подогнал «Симон» На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий, смотрите Карибу. Скоро будут новости.